Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные зрители! Вы видите, у нас сегодня с раннего утра идёт снег. Снег пошёл ровно первого, для того, чтобы превратить всё в сказку, в новогоднюю сказку, потому что мы уже привыкли к снегу, и вот воздух такой чудесный, чистый, и, кажется, вот-вот там покажется какая-нибудь снегурочка или Дед Мороз. Очень красиво, просто замечательно, и снег такой красивый-красивый. И я хочу вам пожелать поздравить уже в этом году с Новым годом, и пожелать вам счастья, и только счастья, потому что, мне кажется, в это понятие входит всё, и здоровье, и любовь, и доброта, и прощение, но всё-всё-всё. И даже то, что мы научились ощущать красоту и счастье во всём. Посмотрите, даже когда лежит вот этот белый замечательный снег на деревьях. Какая красота! И я в эти сказочные дни была, кстати, на блошином рынке ретро на Кристалле. Я поехала туда 31 числа, правда, в первой половине дня. Там последний день была распродажа, всё было по достаточно низким ценам, и я столько всего накупила, буду вам хвастаться. Вообще-то я была уже второй раз на блошином рынке, но первое сделала к Новому году, но не успела выложить в интернет, так что вас ждёт много интересного. Сначала последнее, а потом к 13 числу я сделала новогоднее, как я была в ноябре ещё, в конце ноября. Ну, а первого числа я слушала прекрасный новогодний концерт из Вены. Я всегда предупреждаю вас об этом, но знаю, что многие из вас тоже его слушали. Была трансляция в мире и совершенно замечательный концерт. Одной из главных традиций музыкального мира этот новогодний концерт Венско-филармонического оркестра, которому уже много десятков лет, и 1 января 2021 года не стал исключением, несмотря ни на что. И вопреки всему, концерт в золотом зале венского музык Феррайна состоялся. За дирижёрский пульт встал маэстро Рикардо Мути. Правда, реальность всё-таки внесла своя корректива. Концерт прошёл без публики, зато прямую трансляцию, в том числе и в интернете, посмотрели миллионы зрителей по всему миру. А Рикардо Мути участвовал в новогоднем концерте Венско-филармонического оркестра уже в шестой раз. Для музыкантов всегда непросто играть в пустом зале, не чувствуя энергии зрителей. Поэтому организаторы концерта пошли на беспрецедентный шаг и пригласили всех, кто собирался 1 января осмотреть концерт Венского филармонического оркестра, принять участие в записи аплодисментов. Так что музыканты купались в настоящих овациях. Это, вот оно, счастье. Это символ единения и солидарности в то время, когда в театрах, как в концертных залах мира, царит затишье. Когда мы не так много путешествуем. Ну, в принципе, почти вообще не путешествуем. Это замечательно. И на телеканале «Культура» он всегда проходит 1 числа в 13 часов 15 минут. Я уже смотрю его много-много лет. Замечательный. «Культура» У него государственные награды, множество стран, среди которых отмечу наш орден дружбы. Необузданный темперамент истинного неополитанца, руководить оркестрами, обучать и поддерживать молодых музыкантов, концертировать по всему миру, в том числе в разных регионах, недлагоприятных, привлекая внимание к гражданским и социальным вопросам. Я получила множество подарков, а некоторые из них я получила еще до Нового Года. Посмотрите, какие замечательные чайные тройки. Это вообще очень редко. И обе они в моем любимом стиле модерн. Какая красота! Да, это мои новогодние подарки. Но мне кажется, мне их, по-моему, подарили еще, я не знаю, в начале декабря. В общем, красота! Но более подробно про эти подарки я вам расскажу в следующий раз. Дорогие мои, я вас люблю, обнимаю, всего самого хорошего. О, счастье, только счастье! Берегите себя. И радости побольше в нашу жизнь. Берегите себя. Берегите себя.